как соединять медь с алюминием чтобы это работало долго и надежно всем привет вы на канале технических решений энергомаг меня зовут александр это видео будет интересно и полезно как для профессионалов первую очередь так и в познавательных целях для любого человека поэтому я рекомендую вам просмотреть сегодняшнее видео от начала до последней минуты чтобы не пропустить все важные моменты переходим к теме сегодняшнего видео практически каждый человек знает что алюминиевая электропроводка это наследие прошлого века ее обязательно нужно заменить при ремонте в квартире однако случаются ситуации когда ремонт проводится частично и возникает острая необходимость соединить алюминиевый провод с медными проводами или просто их нарастить добавив несколько лишних сантиметров жилы при этом алюминий имеет гальванический несовместимый если вы их соедините то это будет что-то вроде мини батарейки при прохождении тока через такое соединение даже при минимальной влажности происходит электро химическая реакция проблемы обязательно рано или поздно дадут о себе знать окисление ослабление контакта его дальнейшее нагревание с оплавлением изоляции в результате это закончится коротким замыканием отгоранием проводом или не дай бог пожаром как же сделать такое соединение правильно и надежно чтобы избежать проблем в будущем давайте рассмотрим несколько способов и подробно каждый из них и выберем наиболее надежный который не требует последующего обслуживания и ревизии такого соединения первый способ соединения через болт и стальные шайбы в таком способе для соединения используется стальная шайба и болт это один из самых проверенных и простых способов правда получается очень габаритная конструкция для монтажа закручиваете кончики проводов кольцами далее подбираете шайбы и болты шайбы должны быть такого диаметра чтобы все ушко провода скрылась за ними и не могло контактировать с другим проводником самое главное как расположить кольцо его нужно одевать так чтобы при закручивании гайки ушко не разворачивалась а наоборот как бы сжималась вовнутрь стальные шайбы между проводниками из различных материалов препятствуют процессом окисления при этом не забывайте об установлении гровера или пружинной шайбы без гровера с контакт со временем ослабнет особенно нужно отметить что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы дело в том что безопасно соединять между собой можно металлы в которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6 милливольта вот таблица таких потенциалов как видите у меди и цинка здесь целых 0,85 милливольт такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил 0,65 милливольта а значит соединение будет ненадежным однако несмотря на простоту резьбовое соединение в результате получается большая неудобная конструкция и запихнуть все это в неглубокий подрозетник не всегда есть возможность последствия себя не заставишь ждать через короткое время следующий способ это применение соединительного зажима он часто используется для ответвления от кабеля питания намного большего сечения чем сама отпайка причем здесь даже не нужно разрезать магистральный провод достаточно снять с него верхний слой изоляции но опять же для распределительных коробок такие зажимы не подходят по габаритам более того и такие зажимы бывают выгорают далее рассмотрим клеммники вага есть специальная серия клеммников вага которыми можно соединять медь с алюминием внутри таких клеммников находится паста против окисления однако споры о стопроцентной надежности клеммников вага тем более для розеточных групп а не осветительных не утихают до сих пор при определенном расположении в ограниченном пространстве контакт может ослабнуть что неизбежно приведет к выгоранию причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которые рассчитаны эти клеммники вага почему и когда это происходит дело в том что когда соединяются проводники между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор отсюда и все проблемы с нагревом следующее соединение это клеммная колодка данный способ имеет один существенный минус большинство колодок которые продаются очень низкого качества некоторые электромонтажники во избежание прямого контакта меди алюминия медную жилку припаивают со стороны такого зажима они вставляют во внутрь правда клемму для этого придется разобрать кроме того ненадежный контакт алюминия под винтом без ревизии живет очень недолго винтики необходимо каждые полгода год постоянно подтягивать частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и и колебаний периоды максимума и минимума забудете подтянуть и ждите беды а если все это соединение спрятано глубоко в подрозетнике то лезть туда каждый раз не совсем удобное занятие да и никто никогда этого не делает поэтому остается надежный из доступных способов опрессовка мы не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз такие потому что сечение их начинается от сечения 16 миллиметров квадратных для домашней же электропроводки как правило наращивает провода полтора или два с половиной миллиметров квадратных не более рассмотрим наиболее спространенный случай который встречается в обычной квартире допустим вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого провода который торчит из стены для наращивания берете гибкий медный провод сечением два с половиной миллиметра квадратных это уменьшит механическое воздействие на алюминиевую желу когда вы будете помещать провода в подрозетник снимаете изоляцию из медного провода далее для такого соединения их нужно обязательно пропаять это исключит непосредственный контакт в гильзе медиалюминия для пайки удобно использовать самодельный тигель представляющий собой слегка доработанный паяльник в форме топора при этом перед пайкой флюсом снимите с провода оксидный слой сам процесс служения состоит в погружении проволоки в специальное отверстие в таком паяльнике заполненной оловом после охлаждения жилые остатки флюса удаляются растворителем далее переходе к алюминиевым проводам которые торчат из стены аккуратно снимаете с них изоляцию и также удаляете слой окиси для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой такая же паста используется при монтаже модульно-штыревого заземления она рассчитана на работу в любых условиях исключает последующее появление окиси на поверхности провода имейте в виду что оксидная пленка может в дальнейшем иметь сопротивление в несколько раз больше чем сам алюминий удалив ее вся ваша дальнейшая работа пойдет на смарку более того температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов против примерно 600 градусов для алюминия после всех подготовительных работ вставляете в гильзу гмл провода с двух сторон все что осталось это опрессовать данное соединение у некоторых зрителей может возникнуть резонный вопрос а не продавится во время прессования слой припоя и жилы тогда получается что все работы положению будут бесполезны главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжимки в этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медно-алюминиевого соединения а без отсутствия доступа кислорода к этой точке эрозии контакта наблюдаться не будет будьте внимательны при работе с алюминиевыми проводами как я уже говорил работать нужно крайне осторожно так как это очень хрупкий материал одно неосторожное движение и отламывание провода алюминия вам обеспечено после опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой именно клеевой который обеспечит стопроцентную герметичность и в дальнейшем будет предотвращать поступление кислорода к месту контакта чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию нагревать термоусадку лучше строительным феном а не обычной зажигалкой или портативной горелкой полученный пучок провода нужно аккуратно разместить в подрозетнике так как я говорил алюминий не любит резких перегибов но учитывая что нарощенные медные жилы гибкие то на конце этих проводников вы одеваете изолированные наконечники эншовые и опрессовывать только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розетки или выключатели безусловно это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов но он является одним из самых простых в отличие от сварки или пайки и надежных в отличие от скрутки ну вот и все по теме видео пишите в комментариях какие вы используете способы соединения алюминиевых и медных проводов я думаю это будет интересно для всех зрителей нашего канала если видео понравилось не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал и поделиться нашим видео среди своих знакомых друзей и в социальных сетях оставайтесь подписчиком нашего канала становитесь подписчиком нашего канала на нашем канале будет не скучно на нашем канале будет интересно будьте здоровы пока